всем доброго времени суток всем привет сегодня мы приготовим салат на зиму из баклажан который называется имам байалды наверное какой-то народное нет уж это скорее всего татарское название да не ошибаюсь готовлю это салат давно название знаю ну кому он принадлежит точно не могу сказать по моему татарский салат для этого нам понадобится вот такие вот продукты у меня тут килограммчик баклажан пол килограмма в чистом весе у меня тут все в виде перец болгарский может желательно красненький но можно зеленый думаю это на вкус не повредит чесночок 50 грамм то одна большая головка у меня 50 грамм повесу пару лучка этот 250 300 грамм помидорки пол килограмма сливки желательно у меня красные желтенькие такие лимонного цвета очень красиво получше салат по 50 грамм у нас зелень кинза петрушка и укропчик ну это все что нам как бы понадобится для нашего такого салатика для соуса нам понадобится тоже помидоры вернее томат я тут перекрутила 800 грамм там помидор также нам понадобится для нашего соуса чайная ложечка соли у меня крупная соль чайная ложечка паприки и чайная ложечка кориандра у меня свежевыжатые свежемолотые так также нам понадобится 2 столовые ложки сахара горкой это грамм 50 по весу 50 грамм уксуса девяти процентного это 4 столовые ложки с горкой у меня большая ложка поэтому я говорю с горкой масло растительное 70 миллилитров соль столовая ложечка нам понадобится еще на баклажаны когда мы сейчас нарежем и посыпем солью чтобы они отдали нам лишнюю горечь вот это все что нам понадобится для нашего соуса но и будем сейчас нарезать наши баклажанчики и запекать в духовке баклажанчики мы нарезаем кружочками можете кубиками как вам удобно нарезаем ну где-то с пол сантиметра толщиной вот так баклажанчики берите не совсем большие чтобы удобно и красиво укладывать в баночку и так собираем все в чашку подготовили наши баклажанчики теперь берем столовую ложечку соли вот так вот посыпаем их все перемешиваем и оставляем минут на 30 чтобы баклажанчики отдали горечь и тогда мы уже отправим на противень и будем запекать все оставляем на полчаса а мы подготовим наш перчик порежем его на удобные кусочки чтобы укладывать в баночку нарезаем вот так вот совсем мелко не мельчим я вот один грубо один перец скажем на 68 частей вот разрезаем вот такими вот ломтиками скажем вот так и так я порежу весь перчик все и сразу же буду выкладывать на противень возьмем одну ложечку растительного масла и слегка его польем для того чтобы он запекался хорошо моего тоже буду запекать духовочку так все раскладываем и и мы сейчас его отправим в духовочку вот так запекаться как увидели поджарился красиво все вынимаем это буквально 10 15 минут духовку разогрета 200 градусов подготовим нашу зажарку нарежем мелко лучок лук мы подготовили берем сковородочку вливаем масло 3-4 ложки вот так вот и где-то ложечка полторы у нас осталось это мы будем поливать на наши баклажанчики когда будем их отправлять в духовку отправляем наш лук и отправляем на плиту нам надо лучок слегка утушить по пассеровать видимо ничего не подгорело и так достаточно лучок у нас слегка слегка поджарился ну и до нужной консистенции утушился я отправлю вот так вот специи сначала вот так быстренько все это перемешиваем ничему не даем пригореть вкусненько все перемешали ну и выливаем томат дадим этому делу закипеть хорошо и покипятим ну 5 минут будет достаточно итак у нас все закипело он сейчас будет еще сильнее кипеть если мы не прикрутим на этом этапе можно убавить конфорочку я убавлю на троечку и медленно так у нас покипит 5-6 минут наш томат отправлю сразу сахар все это перемешаю а уксус добавим в конце пока наша зажарка готовится мы подготовим следующие ингредиенты помидорки мы нарежем колечками или кружочками вот так тоже с пол сантиметра толщиной и так у нас кипит наша зажарка 5 минут вливаем уксус все перемешиваем и оставляем в стороночку не обязательно давать закипеть она у нас еще будет стерилизоваться поэтому это уже нормально все готова зажарка перчик у нас готов красота вот так перчику дадим остыть ну а баклажанчики нашей мы сейчас просушим и отправим запекаться вот так вот они отдали свою горечь и так мы берем бумажное полотенце выкладываем вот таким вот образом сверху накрываем еще полотенцем бумажным и теперь вот так вот прижимаем прям хорошо хорошо прижимаем вот так так все баклажанчики пересыпаем наши баклажанчики в сухую чашку и выливаем оставшееся масло перемешиваем вот так и перекладываем на противень вот так теперь раскладываем насколько это можно возможно можете взять два противня не вижу смысла все равно все приготовиться и поджарится немного у нас они все управляем духовочку духовку раз нагретая 200 градусов цельсия духовка вверх-вниз включена ставлю на вторую полочку оставляем минут на 15-18 пока наши баклажанчики запекаются мы баночки просилизовали в микроволновке и сейчас нарежем нашу зелень с чесночком нарезаем меленько чесночок придаем ножом можно потерять на терке можно выдавить чеснок отдавкой мы все нарезаем да и подготовили чеснок и зелень собираемся в одну чашечку зелень нашу перемешиваем зелень готова с чесночком и так у нас все готово перчик тоже мы подготовили укладывать будем баночку так берем перчик шкурку снимаем и будем класть в баночку вот так шкурка снимается очень легко никаких проблем вот так вот раз и все вот так вот будем перчик очищать и так весь перчик баклажанчики наши готовы ну а теперь нам осталось все собрать в баночки и все про стилизовать рецепт найдете под видео в описании также под видео ссылочка на наш семейный канал на инстаграм заходите и подписывайтесь а теперь укладываем баночку берем один паломник вливаем баночки не 7 сотки можно также в пол-литровой баночки собрать а теперь отправляем баклажанчики красивенько укладываем вот так вот под 4 по 5 кружочков помидорчиков желтеньких также перчик мы почистили зелень ложечку большую вот так вот укладываем ложку 2 томат перемешиваем и опять один паломник наливаем сверху вот так опять укладываем баклажанчики раскладываем их красивенько укладываем перчик конторчики вот так опять зелень кладем опять паломник томатика у меня уходит по 3 паломника томата вот так поправляем вот так сверху ложим пару баклажанчиков прикроем крышкой и будем это все стерилизовать в кастрюльке и так я уложила 3 700 очки соус у нас весь ушел у нас осталось немного помидор но это не страшно и немного зелени осталось ну что ж нам осталось наши баночки простерилизовать и убрать на хранение стелим в кастрюльку тряпочку выкладываем наши баночки аккуратненько вот так вот и приоткрываем так слегка буквально слегка приоткрываем наливаем воду наливаем по плечики вот так прям чуть выше плечиков я налила полную кастрюлю и ставлю на плиту как закипит кастрюлька естественно огонь укубаем чтобы ничего не сбежало и кипятим 25 минут если литровый минут 30 наши баночки кипят 25 минут у кого-то это займет 20 минут кого-то 25 у меня ровно 25 минут ушло на это чтобы закипели наши баночки вот видно что бульки идут вынимаем закатываем выбираем на хранение всем спасибо за комментарии за лайки и за ваши добрые пожелания и переворачиваем на стол и оставляем до утра хранятся они у меня в шкафу на кухне вот такой вот салате готовьте пробуйте ах ты старушка ах забери каффку дорожку ай тушь да леса тушь эман благослави и на трепи манке и една шапка невидимка ай те явел паши мады горжу ходаный на трепи манке ну а кому понравилось ставим лайки подписываемся на мой канал и всем пока пока а 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 Субтитры подогнал «Симон»